Ну вот наш поселок. Поселок рабочий и поселок несчастный. Раньше сюда ссылали люди из-за провинности, потом они здесь расположились, размножились, но наследственность она все равно сказывается. Вдобавок ко всему, очень почему-то не любят власти этот поселок, они ему почему-то за что помстят. Ну вот хотя бы взять наш закуток. Мы живем в самой низиночке. Самая-самая низиночка. Заполим, самая низиночка. Вот смотрите, один завод, труба одного завода, труба другого завода, там карьер. Там автотерминал, который газует круглый год. А вы знаете, что газы они тяжелые, они спускаются вниз. Все это идет к нам. Под терминалом, видите, вон куча насыпана щебенки, в общем, это какая-то камня-дробилка, там постоянно вот это вот все грохочет. Железная дорога от завода идет. Сейчас заводы стоят, по какой-то причине стоят. Я не знаю, жители догадываются, по какой причине, но ничего не докажут. Так вот, вот и наш путь. От самой серединочки, вот там, где красная крыша, в низиночке высокая, высоченькая красная крыша, вот против этой красной крыши наш дом. Вот так вот мы и гоняли скотинку, да и зимой будем гонять. Идем через весь поселок, дальше через железнодорожные пути. Каждый раз, когда муж переходит через железнодорожные пути, он на грани инфаркта. Потому что, ну, постоянно они маневрируют и гоняют эти вагоны туда-сюда. Но пока вот они маневрируют, пока едут, козы, конечно, не лезут под вагоны. Они понимают. Но вот когда они стоят в промежутке, они лезут. Это когда по электроннице неизвестно, и поэтому муж приходит домой в ужасном состоянии каждый раз. Туда идет, нервничает, обратно идет, нервничает. Потом вот по этим вот обрывам идем. И вот поднимаемся вот на эти горки. Вот на эти вот горки поднимаемся. И дальше гуляем вот до вот этих вот развалин. Это развалины, это особая тема. Это бывший корпус. Тут был летний лагерь фермы молочной. Здесь было очень много скота. Корпус был на 800 квадратных метров. Там я имею вот выше этих развалин, лесочек. Там есть родник, который не пересыхает круглый год. Скотинки здесь было очень хорошо. И коровы там были, и овцы там были, и козы там были. Но потом мы туда пришли. Мы туда пришли в 2002 году. И самое большое поголовье, которое у меня там было, это там было 192 головы. В 1984 году у меня, в марте месяце, бросили все помощники. Вот с этим вот поголовьем я осталась одна. Особенно тяжелая была зима 2005-2006 года. Было очень снежно. Образовывался двойной и тройной наст. И было минус 25, и 25 метров в секунду ветер. И вот это вот мне нужно было проделывать вот это вот расстояние. Два раза в день проходить по этому снегу. 27 января я подвернула ногу, у меня образовалось две трещины. Нога была синяя. Ну тогда пришел ко мне в помощники бомж. Он помогал мне с ним как-то. Он и ночевал в этом корпусе холодно. Ну должна была родить козочка, из-за нее он ночевал. У нас там была оборудована халабутка такая с печкой. Топили там навозом высушенным заранее. Вот. А здесь вот где начинается обрыв, вот здесь вот где начинается обрыв, вот в этом вот месте, тут мне пришлось ползти. И по-пластунски по снегу, потому что, ну, в таком состоянии ужасно много. Идти невозможно, а снега было по грудь. И вот легла, палку двумя руками вперед, снег вдавливаю и подтягиваюсь. Вот так доползла до того места, где можно было уже хоть как-то ковырлять на одной ноге с палкой. А внизу вот это вот желтое здание рядом с вагонами. Это тоже построил завод. Вот, видите, каменный колодец там стоит. И в нем почему-то изумрудная зеленая вода. Туда свозили цемент и выбрасывали в эту воду тракторами. Вот туда сгребали. Вот, так что со всех сторон. Это зеленая вода, она же идет. В подпочвенные воды, конечно, и наш дом еще ниже. А у нас дома колодец. Так что вот такие вот условия. А еще была история вот в то время, когда у меня была нога с этими трещинами. Я тогда была одна еще, бомжа не было. И вот без кормницы, сена не хватает, такое поголовье. И вот кое-как я поднялась по этому снегу, до ковыляла, до сосенки, вы видите, вот там вот выше опоры. До сосенки довела их. Ой, они бедненькие идут. Вымя по снегу волокут. Ну, голодные. И вот довела их туда. Ну, минут 15 попались мы. Когда я слышу, собаки лают. И мужчины говорят, оказывается охотники. И вот они подходят ближе. Я затаилась, и они подходят ближе. И я их не видела. Только один другому говорит, ты смотри, какой волчара тут прошел. Ну, все, мы на тот момент уже напаслись. И вот я доковыляла до этой вот опоры, которая под сосенками. Кое-как доковыляла, а дальше уйти уже не могла. Это козы пошли вниз, а я за ними. Села на попу, на куртку, и вот так вот, как на санках, скатилась. Вот такое вот мое любимое и драгоценное козоводство. Ну, в козах я и не разочаровалась. Наоборот. Козы это восхитительные животные. Это люди глупые. И ничего с этим не делаешь. Хотя все равно, темы труды, они не напрасны. Сейчас у нас правнук, которому два с половиной месяца. И полтора месяца он живет на нашем козьем молочке. На сыром козьем молочке. А теперь мы уже переехали вон туда. Ну, отсюда не видно, куда мы переехали. Ну, а вот теперь мы перебрались вот сюда. Это в шести километрах от нашего дома. Здесь заброшенные дачные участки. Вот если видно, два участка вспаханы. Правда, они заросли уже. Эти два участка отдали мне мои хорошие подруги, которых я давно знаю. Ну, одна отдала в аренду, другая подарила. Мы сюда с радостью перебрались. И наконец-то здесь тихо, наконец-то спокойно. Козам хорошо пастись. Замечательная природа. Вот мы можем тут посмотреть. Там вот виднеется дом под красной крышей. Это там мужчина отстроил для своих детей и внуков такой маленький рай на земле. Он находится на полном энергообеспечении. У него все есть. Растения живут на капельном поливе. Хотя с водой здесь, конечно, плохо. Ну, скважину пробурить можно. Вода есть. Но у нас пока что с этим проблема. Пока что вот мы вынуждены воду возить в канистрах, в бутылках. Вот купили с мужем древесные отходы, целую гору. Из них он быстренько построил мне за две недели сарайку, козам загончик, помещение. Ну, это я покажу потом. А вот там вот козочки пасутся. Вышли и пошли. Хорошо? Красота. Ну, красота это только на первый взгляд. Вообще у меня с землей какие-то нескончаемые истории. Вот 20, больше 20 лет вот эти земли постояли. Все, что вы видите, это выделенные люди дачные участки по 7 суток выделялись разными организациями. Ну, люди попробовали, вспыхали, камни потаскали, границы обозначили, попробовали что-то посадить. Это ж надо трудиться, это надо работать. И со временем забросили. Это дело больше 20 лет они тут не появлялись. Ну, наконец-то, вот это я сколько искала, землю везде ходила, спрашивала. Ну, по порядку расскажу. Когда я завела Кос, мы жили в другом поселке, но тоже жили посреди поселка. И тоже приходилось гонять посредине улицы. Приходилось гонять через федеральную трассу скотину на пастбище. И тоже было непросто. Тем более, что со временем они размножились, и уже было 66 голов, когда мы уходили из поселка. Ну, тем не менее, там было хорошо. Пройдешь через поселок, дальше через трассу, а дальше горы, там ферма была еще рядом. И по горам, по ущельям никому мы там не мешали. Ну, вот в 2002 году из Ставрополя завезли, кто-то завел 213 голов овец. и овцы, они оказались инфицированы бруцеллезом, заразили все пастбище, и, короче говоря, нам сказали срочно, либо, значит, всю вашу скотину, всех ваших кост на костер, либо куда-то срочно уводите. Куда? Ну, мы уже это было вот в начале весны, нет, в начале лета. Ну, вот. Мы еще так попрятались куда-то, кое-как, а в другую сторону ходить, там вообще через железную дорогу, где поезда вот ходят регулярно, дальнего следования. То есть, там вообще страшно ходить. Сколько там коров резало на той железной дороге у людей, страшно вспомнить. Ну, вот. И... А эти места, вот эти, мы из того поселка ходили только с другой стороны. Этот поселок, где мы живем, он в эту сторону, а жили мы раньше там. И мы сюда приходили пастись, поднимались, там, ну, в гору, конечно. Видите, что тут высоковато. Но все равно здесь очень хорошо, хорошее пастбище, и мы сюда приходили. И вот, пришлось, вот настоятельно администрация, либо уводите, либо будем, приедем и всех вам их порежем. А этих несчастных овец, 213 голов, их всех порезали и сложили на костер и сожгли. Просто-напросто. Но пастбище полгода пасти нельзя. Ну и пришлось мне вот это вот с двумя помощниками здесь вот там вот в лесочке просто загородить загородку типа загона такого. Натянули мы пленку и вот под эту пленку в этот загон я перевела скотину. Это было в августе месяце. Нет, в конце июля. В конце июля мы перешли сюда. Конечно, там естественно вообще никакого света нет, естественно никакой воды нет. Но вот тяжело. Рядом заброшенная дача. В этой заброшенной даче там ночевали мои помощники. А мы приезжали из поселка и нужно было дойку начинать в 4 утра потому что в 8 утра нужно было быть уже на рынке. А это 25 километров до рынка. Поэтому мы приезжали раненько в 4 утра включали фары и при свете фар доели. Ну, в общем, вот так вот. А потом было 2 августа 2002 года. Это тогда на Новороссийск хлынули смерчи и тут был ужасный ужас. И так получилось, что скотина дождей идут непрерывно. Скотина у меня стоит под пленкой. Вот представьте 66 голов доить нужно. У них по копытам течет вода. Справа буруны речка справа слева буруны речка по низу вот там вот тут не видно. По низу вообще река течет. И вот такое вот длилось 5 дней. Вообще не прекращался дождь. Прекратится и снова дождь. Прекратится и снова дождь. И вот как только он прекратился дождик я перебралась вот добралась до того корпуса который я вам показывала. А там находились раньше моряки пограничники напротив этого корпуса был их домик там и ребятки были матросики и Мичман там был. Переговорила с Мичманом ну давайте договоримся как-то может быть вы нас пустите в этот корпус хоть за куточек ну как это мы мучимся ужасно. Мичман созвонился со своим начальством начальство дало добро я поехала в администрацию нашего района ну вот от администрации глава администрации позвонил начальство этой войсковой части вот ну в общем мы договорились об аренде вот тогда нас в 2002 году уже ближе ближе к осени мы и зашли да в сентябре мы вот это вот зашли август мы промучились ну вот еще а в сентябре мы туда зашли все было хорошо помощники были приходили люди и Мичман и зимой там ночевали да с ними дрова топили здорово было здорово хотя ну света нет естественно но у них был генератор Мичман заводил генератор мальчишкам они смотрели кино так что и мальчишки и нам помогали ну и их как-то это баловали там какими-то вкусняшками которые для себя и с детьми приходили пенсионеры то же самое помогать и доить ну поселок в общем-то недалеко ну что там два километра до корпуса нет побольше будет около трех ну приходили потихонечку пешочком приходили ну вот так вот мы там и обитали и а в 2004 году вышла программа губернаторская о развитии личных подсобных хозяйств ну я в администрацию естественно что мне нужна земля вот у меня есть стадо хорошее поголовье уже хорошая скотинка это уже восемь лет прошло после того как я завела первую козу вот из администрации нашего поселка меня послали в администрацию района ну вот в администрацию района как только я пришла как только я заикнулась мне сразу говорят земли нет ну как так нет смотрите вот сколько вот бурьяном бы позарастало как так земли нет вот земли нет из того момента вот и по сей день сколько бы я ни ходила куда бы я ни обращалась везде ответ один земли нет а ее действительно нет она действительно вот в таком вот состоянии но у каждого клочка есть свой хозяин если лес значит это лесхоз хозяин и вот уже в 2006 году этот корпус его нужно было ремонтировать в котором мы находились ремонтировать кому митчман с матросиками ушел корпус бросили кому я бомжи и пенсионеры оно никому не нужно и а там были на крыше громадные такие тяжеленные бетонные плиты перекрытия вот между ними заливали бетон и вот уже от старости он стал рассыпаться этот корпус и вот эти вот бетон он прям глыбами стал падать вниз ну поубивает мне скотину у меня был куплен участок недалеко в шести километрах земельный участок дачный участок там сейчас дачи он был у меня куплен в 99 году ну я им не занималась единственное что приезжала вот траву косить потом забирала животное а так собственно говоря я им и не занималась этим участком купила документы у меня на руках ну ну и все я и живу спокойно и люди там рядом знакомые за всем присматривают и снова я давай вот это вот искать землю куда мне перебраться ну опять в администрацию опять земли нет говорю вот там вот у меня есть участок я там за речкой присмотрела небольшая полянка там около гектара а это земли лесхоза ну это хорошо земли лесхоза это вам нужно ехать в Анапу Анапа значит это 40 километров нужно ехать в Анапу это землю Анапского лесхоза нужно ехать в Анапу к начальнику лесхоза дали мне адрес поехала к начальнику лесхоза приехала переговорили я говорю ну вот нашла такую поляночку а где показала на карте так я говорю вот я бы хотела взять этот ну этот кайклочок земли я бы хотела взять в аренду он говорит ну хорошо 80 тысяч в год я пристила а потом говорю нет все мое стадо таких денег не стоит ну и ушла ну очень сильно рассердилась даже не заезжая домой я поехала опять в администрацию к начальнику к главе администрации а нет к начальнику и спросила говорят нет его нету на месте я говорю можно я записку оставлю да оставьте ну я написала записку что была вот 80 тысяч ну год мне назначили ну вот для меня эта сумма явно неприемлемая и в сердцах в конце написала пора уже нашим чиновникам избавляться от менталитета вымогателей поставила жирную жирную точку и ушла ну через время мне звонит значит головой вот Надежда Алексеевна я переговорил с ним ошибочка вышла езжайте и снова к нему все будет хорошо это значит опять мне 40 километров поехала второй раз ну он так заглянул в этот самый открыл ящик стола заглянул тогда да действительно вышла ошибка 80 рублей в год аренда будет хорошо с тем я и ушла что 80 рублей в год на той поляночке там опять поставили загон поставили теперь уже крышу это уже ну мы туда перебрались весной в этот загон из корпуса потому что падают падают эти глыбы и как только появилась возможность вот этой вот машиной у меня был тогда уазик такой с будкой вот на этом уазике мы скотину туда перевезли и ну не очень-то было хорошо потому что там вот таких вот полян нет там сплошняком горы и как скотина уходит в горы по ущельям ой-ой-ой на этой поляночке ну недолго они паслись попасутся попасутся немножко чухнули им самое главное ветки ну ладно ну думаю все я уже буду обосновываться здесь у меня за речкой на этой поляночке у меня это вот будет моя маленькая фермочка а там я начну облагораживать свой участок как вдруг мне говорят а ты знаешь соседи а ты знаешь что та женщина у которой ты покупала этот участок что она его сейчас уже продала еще раз и ты здесь уже никто как так я никто у меня вот документы на руку нет ты никто ну и давай я значит бегать действительно я узнаю что она это уже оформила приватизацию я не занималась этим она оформила приватизацию у нее уже есть покупатели все а я вообще никто и давай же я вот это вот по судам три года судов три года они было замешано девять человек и городская администрация и милиция и там это правление этого садового товарищества столько агрессии столько зла и на меня и на мою скотину господи боже мой ну в общем помогал мне родственник он юрист помогал мне фух отстояли мы этот этот мой дачный участок отменили два они успели получить два раза свидетельство на право собственности первый раз они там сделали так что якобы произошла ошибка на тот случай вдруг мы отменим это первое право собственности тогда после того как мы отменили первое право собственности в суде они предоставили второе уже исправленное потом отменяли второе это право собственности то есть отменили намучились но уже осень уже сентябрь я пробегала по судам утром подаю молоко брошу куда я буду его реализовывать мне нужно по администрациям по кабинетам за справками прохода прокуратуры и прочая такая гадость да молоко бросила либо людям раздала скотину выгнала в горы и помчалась вот это за 20 километров город помчалась вот это вот бегать возвращаюсь уже часа в 4 часов в 5 моя скотина неизвестна где в горах иду туда ее искать до темно бегаю по горам кричу зову когда найду когда не найду она дойная скотина остается в лесу ну вот то она разбежится собаки распугали потом наверху там нашла растерзанные трупы своих коз опять же дикие собаки пожрали а я все бегаю по судам и вот уже сентябрь месяц опять ничего опять вот легкий такой навес сено не заготовлено помещения нет громадное поголовье ну вот уже свыше 60 голов что делать куда деваться скоро снег да это какой-то ужас ну что в администрацию опять в администрацию я говорю ну что помогайте мне теперь хотя бы людям раздать хотя бы даром раздать продавать у меня уже просто на просто времени нет понимаете ну вот тогда у меня не было выхода в интернет я не могла дать объявление на авито ну вот ну в общем подключил он значит прислал он корреспондента из нашей городской газеты она написала статью и вот 6 октября я свою племенную скотинку людям попарно раздала козлик и козочка о судьбе своей скотинки я практически почти ничего не знаю отдавала дойных на племя но я знаю что то что я знаю люди мне говорили что в основном ее либо порезали либо загубили просто вот такие вот дела потом оттуда конечно после тех судов после такой нервотрепки я знала что большая вероятность того что мою скотинку ждет такая история но у меня тогда сильно подорвалась нервная система пошатнулось здоровье и я оставила тогда себе только 3 козы и вернулась домой в свои сарайки с козами и собственно говоря просто-напросто упала упала выхаживаться зализывать раны в 2006 году вот такая вот была история ну потом постепенно с тех трех коз вот теперь снова стадо но теперь я уже просто-напросто каждый год я регулирую численность поголовья я этим занимаюсь вот ну и под конец значит что теперь с этими участками теперь пришла сюда люди перебрались но то же самое документов нет только членские фишки а у одной вообще даже и членской фишки нет теперь я опять выясняю что эти все участки да люди те которые здесь вот получали эти участки они сдавали деньги да и на благоустройство там на вспашку на то на сё в том числе и на приватизацию на приватизацию они сдавали в девяносто третьем году но как выясняется никакая приватизация проведена не было участки бесхозные и сейчас оказывается без ведома членов товарищества эти земли переданы в аренду на десять лет обществу уйди отсюда пошла всё понимаете то есть мне эти эти женщины они мне дали доверенности на то чтобы я провела приватизацию этих участков и ими пользовалась то есть пользуйся один тебе подарен второй в аренду ну символически в аренду а вообще практически а практически тоже подарен занимайся и делай с ним что хочешь да ну наконец-то у меня тут земля наконец-то вот спахала что-то хочу тут посадить клубникой стала заниматься думаю осенью сейчас рассаду потом высажу здесь клубнику иди отсюда ну опять я узнаю опять я подключаю своего родственника и опять я узнаю что снова мне предстоят суды так что вот радость-то она радость но не очень радостная радость так вот к чему я всё это дорогие мои вот с землёй особенно у нас тут в Краснодарском крае за землю за каждый клочок идёт такая драка и вот вы же знаете что сейчас объявлена дачная амнистия до 18-го года вот ещё до 1 января можно оформить приватизацию провести своих участков быстро просто и дёшево значит с 18-19 год приватизация будет проводиться но это будет долго нудно и дорого а с 20-го года те участки которые не приватизированы они просто автоматом переходят к государству и всё и вот на эти земли которые автоматом перейдут к государству дорогие мои вот такие вот пасти уже нацелены ждут не дождутся этого 20-го года понимаете и вот ну как-то потом же сами будем возмущаться что вот там всё скупили там китайцы там ещё кто да и теперь они производят и травят нас ну дорогие мои ну а кто ж нам виноват вот если у вас есть такой клочок земли ну подумайте ведь без этого клочка земли фактически человек раб почему вот раньше было да смотрите что фабрики рабочим земля крестьянам ну так же было почему потому что люди понимали что земля это фактически всё для человека имея клочок земли по-любому для себя что-то вырастешь тяжело воду будешь возить что-то там колодец будешь рыть как-то укрывать будешь закапывать на зиму будешь подвязка работы на земле тяжёлый труд конечно тяжёлый но вы же своим детям своим внукам себе себе вы же будете выращивать здоровую продукцию а иначе иначе человек по-любому он раб желудка но помимо всего прочего кроме того что он раб желудка он же становится рабом супермаркета ну я не стану говорить о качестве этой продукции вы все это всё хорошо знаете я просто к тому что ну поторопитесь ну подумайте ну приватизируйте свой кулачок этой земли ну я вот вот сколько хотела заниматься и сейчас душа горит мне 65 лет ну да хочу я этим заниматься нравится я получаю массу удовольствия от этого глаза только продрала утречком по весне побежала смотри где у меня там что выросло а огурчики листочки выкинули счастье радость да или вот допустим точно так же как мы знакомы может быть есть у вас этот участок может быть он вам не нужен может быть какой-то животновод мается так же как я маюсь рядом с вами ну предложите вы ему в аренду ваш участок ну предложите оформите договор аренды оформите уже он не будет считаться бесхозным уже уже его не отнимут понимаете уже этот человек может быть он проведет приватизацию вашего участка. Договоритесь с ним, что он проведет приватизацию вашего участка, что он будет вас снабжать своей продукцией. Ну и вам будет хорошо, и ему будет хорошо. Я вот о чем, дорогие мои. Ну полюбите землю. Господь сказал, живи на земле и храни истину. Живи на земле, ну не лезь ты на этажи, ну не лезь, ну живи ты на земле, ну возделывай. Предусмотрено. Ну что ж мы такие тупые вообще, вот беспробудно тупые. Ой, а вообще, конечно, куда ни сунешься, вот везде сложился такой стереотип, что козавод это недоумок. А верующий человек это вообще шизофреник. А верующий козавод это вообще ужасный ужас. Вот точно так же меня и воспринимают, что опять пришел ужасный ужас. Опять этот ужасный ужас будет чего-то требовать, чего-то добиваться, чего-то достигать. Да, я готова. Я готова действовать по закону, потому что так хочет Господь. И скорее всего, и суды эти я пройду, у меня хватит сил, у меня есть стимул, у меня есть дети, у меня есть внуки. Я тоже хочу, чтобы они, не только мы, чтобы и они на их столах была здоровая, чистая, настоящая продукция. У нас и мясная, и молочная. Какая тушенка из козленка. Пальчики оближешь, да? Та же самая клубничка, те же самые какие-то овощи там мы выращиваем. Сейчас вот я, мы договорились с нашими подругами, что я и буду снабжать наши продукции. Все вожу. Помидоры вырастили, помидоры. Персики 20 деревьев насажены. Персики отправляем. То есть тушенку закатали, отправляем тушенку. Все молочка, молочка, сыворотка, творожок, сыр. Это все им отправляется. Яиц куры нанесли, отправляем яйца. То есть все по-честному. Понимаете? Людям хорошо, люди рады. Но! Пришел какой-то мерзавец, да? Который смошенничал и эти, эти, землю противоправно передал в аренду. Вот будем разбираться. И все-таки это даже не самая большая печаль. Самая большая печаль, то, что все это, даже все это добьюсь, все это там построю, что хочу. Печаль на другое. Что все это ненадолго, по-любому. Потому что, ну, эти вот мошенники мелкие, они приходят и уходят. А вот наше будущее с вами печально. И опять же, можно воспринимать меня как шизофреничку. Но вот смотрю я на наших детей, смотрю я на наших внуков, сердце кровью обливается за них. Какое будущее ждет? Это программа 2030. Это роботизация наших детей. Ну, то есть, как-то вот. Ну, в общем, до 25-го года я очень надеюсь, что Господь меня уже уберет с этой земли. Я так не хочу дожить до 25-го года. Не хочу. Потому что видеть тот ужас, сейчас вот то, что вижу, сердце разрывается, а видеть тот ужас, который начнет происходить после этого. Да. 25-й год, потом 30-й, потом 45-й. Я дам ссылочки, посмотрите видео. посмотрите, подумайте, думайте, дорогие мои, думайте, до тех пор, пока еще не влезли к вам мозги и не подключили у вас через USB. Думайте. Так что, ну, печальное немножко получилось видео. Ну, как получилось. А пока будем жить, дорогие мои, будьте здоровы и счастливы. Трудитесь, трудитесь на земле, живите на земле, полюбите землю, полюбите то, что выращивает Господь, а вы ему помогайте. С Богом, дорогие мои. С Богом. Ну, а теперь маленькая экскурсия по нашим лесным хоромах. Вот. Вот окошко кельи моей. Это вот закол, который муж сделал. А там в холосте находится. Вот закол. Вот так, на пасутся лягут и лежат. Вот так вот мы блаженствуем. А вот наша собака. Умная собака. Да? Так, девочки. Ну, вот это вот рассада, про которую я говорила, что я занимаюсь, я ее сейчас выращиваю. Провожу различные эксперименты по ее выращиванию. Короба придумала. Каждый короб разный. Смотрю, как лучше, как удобнее она растет. Потому что хочу засадить весь участок. А для того, чтобы весь его засадить, я посчитала, мне нужно 4 тысячи корней. Ну, в этом году не получится. Если Бог даст, будем живы. так, это вот первый отсек с клубничкой. Здесь вот у нас лес и поют птицы. сколько лет я об этом мечтала. Это рабочее помещение на случай дождя. Тут вот инструменты, гвозди. это вчера сажала. Ну, не закончила еще. Немножко подвяла моя клубничка. Сегодня буду заканчивать. вот тут в пакете усы дожидаются. А, девчонки тут рядом. Нам вместе весело. Вот какой-то замечательный сорт попробовала в этом году. Сорт Галя. Я такой вкусноты раньше не ела. Вообще восхитительная ягода. А это вот Виктория, которую я показывала в своем видео. Помните? Такие слабенькие, слабенькие были, чахленькие. Вот с них я набрала уже усов с тех кустиков. Вот сажаю вот это Виктория и то, что вчера сажала Виктория. Еще будет четыре такие грядки Виктории. А там всякие новомодные сорта, которые испытываю и завтра оплачу. Еще одну посылку, еще четыре сорта придет. Тоже интересно будет познакомиться с ними с этими сортами. До Настя. Умный мой пес. Умный мой пес. Умный пес. Умный мальчик. Умный. Вот наш козий двор. Там водичка. Солома. А здесь заходим просто в них помещение. просто солома. Просто кормушка, которую я вам показывала. Привезли сюда. И вполне им пока что достаточно. Хорошо придут в тенечке на соломке лежат. так что вот мы здесь счастливы. И слава Богу. заходим. это что льер 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 и